Он попал под подозрение, и вообще кто мог на него указать, для меня до сих пор загадка. Как это могло так получиться, что он оказался под подозрением в таком ужасном преступлении. Я его спросила, как ты мог вообще оказаться в такой ситуации, вот как? И честно говоря, мне было страшно задать вопрос, причастен ли он к этому. Поэтому я вот как-то так построила вопрос свой, очень вот как-то хитро для самой себя даже. Потому что я прекрасно понимала, что он правду мне не скажет при следователе. И следствие даже не допросило тех людей, которые в сфабрикованном допросе Максима звучали как свидетели. Это какие? Ну это вот, например, там, допустим, было такое, что он с кем-то там, в определенное время находился там-то, там-то. И вот этого человека, с которым он находился, даже не допрашивали. Мы прекрасно понимали, что он абсолютно не виноват ни в чем. И все это понимали, друзья его и все. Он просто не такой человек. До конца была какая-то надежда, что судья во всем разберется, что она все примет во внимание, все сопоставят все за и против. И вот у меня почему-то было такое ощущение, что она примет правильное решение, что она не осудит его. Хочу еще сказать, что вера в Бога все-таки и вера в то, что Максим этого не совершал, конечно, нам очень помогла. Мы съездили в храм и просто попросили Господа, чтобы Он помог нам, чтобы справедливость восторжествовала. И вот я уверена, что просто произошло чудо, что Господь нам помог. Мы были вразумны с супругой. А сколько лет вы были вразумны с супругой? Да. Ну да. У нее была своя семья, у меня своя семья. Мы соединились, мы, конечно, благодаря тому, что случилось несчастье с нашим старшим сыном. Мы как бы с ней стали общаться просто. Да. Ну и вот. Произошло такое воссоединение.